Всем привет! Это проект Еженьюз. Видео, в котором я рассказываю о самых интересных новостях вокруг футбольного клуба Локомотив. Только самые важные события и высказывания, которые были вокруг нашего клуба за последнюю неделю. Без всяких заставок, без всяких предисловий. Поехали! В прошлом выпуске я говорил, что очень интересно, в каком составе Локомотив доберется до возобновления сезона. И эта неделя прояснила несколько деталей. Во-первых, Жуао Марио остается с нами до конца этого сезона. Аренда с Миланским Интером была продлена вплоть до 30-го тура. Однако, по закону сохранения энергии, если где-то прибыло, значит где-то обязательно убыло. И чемпион мира Бенедикт Хевидас, который не прилетал в Москву для возобновления сезона, разорвал контракт с клубом. В этом сезоне Хевидас стал крепким игроком основы. В чемпионате России у него 18 из 22 матчей, а в Лиге чемпионов он провел все 6 из 6. Кому-то Бенед запомнился голом в концовке матча с ЦСКА, вы наверняка помните ту встречу. Кому-то Хевидас запомнился своей тихоходностью в Лиге чемпионов, особенно в матчах с Порту. После публикации новости о разрыве контракта, Юрий Семин поблагодарил Хевидаса за громадный профессионализм и работу с молодыми футболистами в Локомотиве. Лично для меня Хевидас за эти два года так полностью своим и не стал, однако ничего плохого я о нем тоже сказать не могу. Всегда улыбчивый, всегда подчеркнуто профессионален и дело свое на поле тоже делал хорошо. Как заметили в комментариях на Sports.ru, да и в нашем телеграм-чате, РПЛ за три месяца карантина так очистила, что ее покинули все чемпионы мира. Андрис Шурли, Адиль Роми и Бенедикт Хевидас. Согласитесь, в этой троице Бенедикт Хевидас отличается в лучшую сторону. Еще одной потерей, правда пока непонятно, 30 июня, когда закончится контракт или уже по завершению сезона, станет Мацей Рыбусь. В недавнем интервью агент Рыбуся Мариуш Пекарски сказал, что из Локомотива к нему по поводу продления контракта с Рыбусем никто не обращался, поэтому уже подписано соглашение с одним из стамбульских клубов. В этом сезоне Рыбусь за Локомотив играл нерегулярно. Всего 14 матчей в Российской Премьер Лиге и 5 в Лиге Чемпионов. Однако зимой он залечил давно мучавшую его травму и весной уже стал показывать свой настоящий уровень. В матче с Ростовом, последним на данный момент, Рыбу сделал очередную голевую передачу, четвертую уже в этом сезоне. И по этому показателю стал одним из лидеров команды. Больше всего удивляет, как легко Локомотив расстается со вполне ликвидными игроками. Ладно, Бенедикт Хёвидус, он может быть вообще карьеру закончит, но Мацей Рыбус это действующий игрок сборной, входящий в топ-20 FIFA. Ему 30 лет, он засветился в Лиге Чемпионов и играет на достаточно дефицитной позиции левого защитника. Мне кажется, что продать такого игрока вполне можно. Вот, например, взять Милана Баделя. Он на полгода старше Рыбуся. Своему клубу явно не нужен, за сборную практически не играет, в официальных матчах у него не наберется и 10 минут за последний год. Однако ж Локомотив готов его купить за 2,5 миллиона евро. Но нам необходимо научиться развивать собственных игроков, привлекать молодых игроков из других клубов, из-за рубежа, развивать их. И возле 24-25 лет отправлять их в большой... Продавать. Ну, я не люблю глагол продавать по отношению к людям, оформлять транспорт на выход, скажем так. Полтора года Кикнадзе нам говорит, что нужно учиться продавать футболистов. Однако за это время почему-то только за копейки уходили лидеры различных юношеских сборных России. Ушел Владислав Карапузов, ушел Александр Долгов, Миша Гайнов, Кирилл Щетинин. И за всех них мы получили просто какие-то гроши. Так, глядишь, и Алексей Миранчук куда-нибудь в питерский клуб уйдет тоже бесплатно. После долгого перерыва футбольный клуб «Локомотив» вернулся на футбольные поля в Черкизове и сыграл товарищеский матч против «Динамо». Как обычно, без сюрпризов не обошлось. В состав попал Дмитрий Баринов, который все это время не тренировался по причине коронавируса. Оказалось, что никакого коронавируса у Дмитрия Баринова и не было. Два следующих теста, которые проявили в клубе, дали отрицательный результат. Это не объясняет, как Дмитрий Баринов, который по официальным данным не тренировался с середины марта, мог попасть в стартовый состав на матч с «Динамо». Однако можем порадоваться. Как минимум еще один боец на возобновление сезона. Кроме Баринова в стартовом составе на «Динамо» появились Гильерме, Игнатьев, Мурила, Чурлука, Маци Рыбусь, Гжегош Крыхловик, Рифаджи Малединов, Жуао Марио и нападающий Алексей Миранчук. Состав, как видим, крайне атакующий и молодежный. Юрий Палыч, разумеется, такого бы никогда не выставил. Игру с «Динамо» засекретили и решили не показывать на ютубе, поэтому ее никто не видел, кроме Арсения Пеганова, который приехал в Черкизово и радовал нас сводками в Твиттере. Сразу же стало понятно, почему игру засекретили. На матче, оказывается, присутствовал Марк Никольевич. В темных очках и зеленой футболке маскировался как мог, но знаменитую лысину специалиста и его Кадиллак Эскалейт не узнать было невозможно. Потом, правда, казалось, что подобные лысины и подобным Кадиллаком обладает еще и главный тренер сборной России Станислав Черчесов, но осадочек, разумеется, остался, а власти от нас, как обычно, все скрывают. Верить или не верить глазам Арсения Пеганова, разумеется, вам. Официальной информации о том, кто же все-таки управлял локомотивом в этой конкретной встрече, кто проводил замены, кто строил план на игру, нет. До возобновления сезона осталось меньше двух недель. Матч завершился со счетом 1-1. Главным героем первого тайма стал Алексей Миранчук, который промазал с пенальти. Вообще непонятно, кто его допустил к 11-метровой отметке после предыдущего Лока Лайва, где он не мог пробить Никиту Медведева. Кроме того, Леша еще и запорол выход 1-1, попытавшись перебросить вратаря. И это мы с вами тоже уже видели в этом году. В общем, в локомотиве ничего не меняется. Даже провалы в опорной зоне, из которой нам и забил Кирилл Панченко. Отыграться удалось уже в концовке, благодаря своячку, который закатил Дорофеев от ноги Рыкова. В общем, обычный товарищеский матч, ничего нового. Но, как ни крути, все-таки было приятно увидеть локомотив, вернувшийся на поле, даже в формате хайлайтов. Продолжаются непонятки в локомотиве со спортивным блоком. В начале прошлой недели бахнуло интервью одного из руководителей Академии Рамзан из Грозного. Оказывается, несколько лет назад в Академию из Грозного решили пригласить итальянцев, чтобы они научили уму-разуму. Посредником в этой сделке выступили хорошо известный нам Андрей Лосюк и Рикардо Червилатти. Мы говорим о минимуме как два года, и проект вообще-то предусматривает пятилетнюю работу, работу каждое дневное. Сами итальянцы в Чеченской Академии понравились. А вот с Андреем Лосюком, который выступал переводчиком, стали возникать постоянные проблемы. Оказалось, что помимо своей основной зарплаты, Лосюк еще и собирал дань с этих итальянцев, а чтобы ничего не вскрылось, неправильно их переводил. После многочисленных жалоб руководство Академии Рамзан решило в ситуации не разбираться и выгнало как Лосюка, так и тех самых итальянцев. Прям даже интересно, Кикнадзе специально себе в команду подбирает людей с максимально мутным прошлым или это такое случайное совпадение. В четверг стало казаться, что специально. Сразу несколько источников рассказали, что спортивный департамент Локомотива может возглавить Юрий Белоус. Могу сказать, что Василий Кикнадзе это очень грамотный, это топ-топ-менеджер. В футбольном мире Юрия Белоуса знают не как вполне успешного руководителя футбольного клуба «Москва», а как человека, который способен распилить даже на покупке канцтоваров в офис. А вот мнение, почему этот персонаж не попал в Локомотив, у Телеграм-каналов разделилось. Например, Гельшат Ломовских говорит о том, что кандидатуру Белоуса зарубил Анатолий Мещеряков, хотя ее очень активно продвигал Василий Кикнадзе. Иван Карпов иного мнения. Да, Белоус и Кикнадзе, конечно, друзья, но Василий Александрович хочет рулить всем самостоятельно, а за свою самодеятельность Юрий Белоус получит по шапке. Ну, слава богу, хоть здесь обошлось. Еще один инсайт на своем хвосте принес Нобель Арустамян. Визиты Эрика Абидаля в Москву не прошли даром. Вскоре московский Локомотив может пополнить специалист из самой Барселоны, Хосе Мария Бакеро. Однако, чем он будет заниматься, пока непонятно. Называемая должность технический директор, без списка обязанностей, это просто бессмысленный набор букв. Хосе Мария Бакеро является легендарным игроком Барселоны, и в начале 90-х помог своему клубу Dream Team Йохана Кройфа завивать первый кубок европейских чемпионов для синегранатовых. Однако, после Барселоны карьера Бакеро не задалась. Он пытался тренировать в Польше, в Мексике, в Перу, в своей родной Испании, но везде получалось очень плохо. В конце концов, свою легенду приютила Барселона и назначила его одним из руководителей Академии. Однако, по совпадению или нет, именно в этот период Академия Барселоны переживает самый свой большой кризис. Игроки из Академии постоянно уходят на сторону, а в главную команду практически никто не попадает. Вряд ли это вина одного только Бакеро, но и особых заслуг у него на этом поприще тоже нет. Хотя я, наверное, все-таки буду рад, если Бакеро пополнит локомотив. По крайней мере, он не выглядит мошенником на фоне всех тех фамилий, которые в последнее время вокруг локомотива мелькают. Ну и если уж мы начали говорить про Академию, то давайте закончим на позитивной новости. К тренировкам, кроме основного локомотива, также приступила и Казанка, и молодежный состав Ю-19. Особых изменений по сравнению с весной нету, разве что еще немножко перетасовали эти два состава. Тренировочная практика игрокам пригодится. РФС на своем исполкоме разрешил на матче остатка сезона заявлять игроков из фармклубов, из молодежных команд и даже из Академии. Кроме того, на том же исполкоме Российский Футбольный Союз решил остановить проведение молодежного первенства России. Таким образом, команда Максима Мишаткина завоевывает бронзовые медали. С одной стороны, это, конечно, приятно, тем более, что медали у нас не было, начиная с сезона 2015-2016, в котором мы завоевали вообще-то золото. С другой стороны, команда так здорово вошла в весну, что мне казалось, что можно и повыше забраться, уж ЦСКА-то точно можно было догнать. Но что имеем, то имеем. Поздравляю Максима Мишаткина, всех ребят, и надеюсь, что в следующем сезоне они себя покажут еще лучше. На этом у меня сегодня все. Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик, оставлять комментарий, ставить лайки. В общем, все, что принято делать на ютубе, мне это очень приятно и помогает продвижению видео. С вами был Тим, пока!